Привет! Добро пожаловать на мой канал, где мы говорим об осознанном уходе за кожей. Мы в этом видео с вами поговорим не просто о новинках, мы поговорим вообще о новых брендах, потому что новых брендов появляется сейчас все больше и больше, и в этом разнообразии действительно можно запутаться. Бренды разные. Новые российские бренды, какие-то новые корейские бренды для нашего рынка или вообще новые. Новые китайские бренды, да, вот это интересный такой еще, тоже неосвоенный сегмент, с которым нам нужно будет познакомиться. Давайте это видео скорее начинать, потому что мне кажется, оно будет достаточно интересным и разнообразным по количеству брендов, которые могут обратить на себя ваше внимание, и по тем средствам, которые я хочу вам показать, потому что они совершенно разнообразны. Вот я сегодняшнее видео могла бы назвать так, из новых брендов, когда вы открываете каталог и видите совершенно новый бренд, вот на что у этих новых брендов точечно, прицельно нужно обратить внимание в первую очередь, с чем познакомиться нужно в первую очередь. Для меня новый бренд, но я не уверена, что новый бренд вообще в принципе, прям такой вот совершенно, я случайно его увидела в Ревгош, когда была на презентации, это бренд такой дерматокосметики, Лесанти, Лесанти он называется, микробиом скинкеа, и это бренд для чувствительной кожи, бренд, который заботится о микробиоме кожи, помогает снять моментальное раздражение, и я с ним ознакомилась, почитала, повертела, покрутила упаковки и взяла для себя два средства. И вы знаете, мне кажется, это был правильный выбор. Я для себя взяла спрей, сос-спрей, называется успокаивающий, то есть когда прямо вот кожа максимально раздражена, и он правда потрясающе работает. И я взяла крем-липидовосстанавливающий интенсивное питание, он именно рассчитан на чувствительную кожу, то есть дело даже не в том, что кожа сухая, не сухая, а задача снять реактивность, снять возможный зуд, возможное раздражение и так далее. И, кстати, по-моему, очень недорого это все дело стоило, до 1000 рублей точно совершенно. Спрей – это очень комфортный спрей, который вы наносите на кожу, прямо вот вы распыляете, можно и под глаза, пожалуйста. А крем для лица – это такой отличный базовый крем, но при этом, посмотрите, какая легкая текстура, прям вот меня это удивило. То есть о чем это здесь? Даже как будто бы, знаете, он при распределении по коже в воду превращается, но при этом вы прям чувствуете, очень чувствуете защитный такой барьер на коже, который остается после нанесения. Вот о чем нам говорит такого рода бренд и такого рода средства? Что чувствительный, естественно, никакого запаха нет. Чувствительной может быть любая кожа, ведь любая. И очень сухая, и очень жирная. И этот бренд подойдет как человеку с очень сухой чувствительной кожей, так и с очень, например, жирной, но при этом чувствительной в силу разных обстоятельств кожи. Вот такие интересные штуки. Мне кажется, даже просто базовый прекрасный уход, например, там вы на ретиноле на каком-то огненном сидите, или вот Аклиф, недавно я вам показала от Акне, и там в комментариях были сообщения от тех, кто живет в Европе, и уже давно его попробовали, что был жуткий-жуткий ретиноевый дерматит. Вот если, например, вы вводите по назначению дерматолога такого рода препараты лечебные, вот этот бренд вам может здесь очень пригодиться и помочь. Кто ко мне приходит на консультации? Наверняка вы подтвердите мои слова, что несколько месяцев назад у меня в рекомендациях сывороток с антиоксидантами, в частности, появились яркие, привлекающие внимание сыворотки с действительно очень необычным оформлением, которое сразу бросается в глаза от бренда Шао Као. Шао Као – это реальный исторический персонаж, это клоунесса, это танцовщица Мулен Руш. И, соответственно, оформление бренда действительно, когда ты начинаешь понимать, про что это, ты понимаешь, это некое театральное действие, может быть, даже цирковое действие, это яркие краски, это то, что привлекает действительно к себе внимание. И я, когда увидела этот бренд, я подумала, что он корейский. У меня даже почему-то не возникло такого сомнения. Но оказалось, что это российский бренд. Вы могли продукцию этого бренда видеть в косметичке «Флаконы Студио 29». У меня в комментариях, когда я в Телеграме писала статью про гриб Тримелла, почему я его так люблю, у меня сразу посыпались комментарии «Ксения, а Mushroom Glow, вот эту маску вы пробовали?» Естественно, я в первых рядах была, мне кажется, кто ее попробовал, потому что везде, где есть вот этот удивительный увлажняющий компонент, кто хочет о нем поподробнее прочитать, можете перейти в Телеграм, посмотреть там. Конечно, там я впереди всех желающих попробовать. Действительно, здесь технологичные современные составы. Мне понравилась органолептика у этих продуктов. Что я обычно делаю, когда знакомлю с новым брендом? Я беру маску, вот она эта маска, здесь есть, естественно. Я взяла пенку в таком формате, потому что у меня все пенки в таком формате у меня закончились. Сейчас только есть классические гели. А я хотела именно пенку, сейчас вам покажу и расскажу. И мне очень порекомендовали и дневной крем, называется Magic Spell, потому что это не просто антиоксидантный крем, а он еще сияние кожи придает. Это сейчас очередной виток, я бы так сказала, этого тренда. Мы с вами об этом тоже в последнее время говорим, что вновь пристальное внимание и фокус производителей на сияющую здоровьем кожу, чтобы вот прям вот этот лоск был, как отшлифованность кожи. Я бренд покупала и увидела в Золотом яблоке, но они представлены в Литуале, на Ля Моде, в Тренд Айленде. Ну то есть вы найдете этот бренд без труда. Итак, пенка. Пенка, это, конечно, абсолютно правильное для меня было решение ее приобрести. Потому что эта пенка, она настолько деликатна. Здесь мягкий пап, вот она пенится за счет дозатора. Это вот то, что мне было нужно. Я для утреннего умывания очень люблю такие средства. Когда у меня, сейчас я активно тестирую ретиноиды, готовлюсь к обзору, сейчас сезон, и мне вот прям такие средства, чтобы не тереть лишний раз кожу вообще, чтобы вот средства делало все за меня, очень нужны. Здесь есть молочная кислота в составе, гиалуроновая кислота. Это то, что будет обеспечивать улажнение. Лизат, бифидобактерию, потому что весь бренд вообще нацелен на восстановление микробиома. Он липидосберегающий, да, многие продукты липидовосстанавливающий. Запах здесь настолько свежий, прозрачный, такой, знаете, как, ну не знаю, мне кажется, после дождя такой запах бывает. Вот он здесь такой есть. И пенка действительно оставляет ощущение чистоты абсолютной, гликолепиды. Здесь также содержится вот этот, да, мы говорим про липидовосстанавливающий уход. И мягчайший продукт, который подойдет очень сухой коже, и кожа проблемная, с черными точками. Средства этого бренда производятся командой химиков России, то есть опытными химиками-технологами. И когда я ознакомилась, мне, в первую очередь, сыворотки, конечно, тоже привлекли внимание. Это то, что я стала на консультациях рекомендовать очень хорошие составы. Тоже, мне кажется, здесь поддерживается вот эта концепция скин-минимализма, когда вот на вашей полке не 153 средства, а есть все необходимое, что таргетировано решает какие-то конкретные задачи. Давайте же поговорим о маске Mushroom грибной, которая, конечно, совершенно замечательная. Называется она Glow Face Mask, то есть маска для сияния. Она в такой вот тубе. Действительно, у маски очень интересный состав. У него есть и сквален, и сквалан. Понятно, что бета-ситостеролы, смягчающие компоненты, ну, про гриб Тримелла тут даже не надо говорить. Это просто очевидно, иначе у меня бы эта маска не оказалась. Она, кстати, на ламеллярных эмульгаторах. И здесь, что мне очень понравилось. Здесь такие есть масла, как, например, масло примулы вечерний, что и для зрелой кожи очень хорошо. Здесь есть, кстати, в том числе экстракт гриба гонодерма. То есть не только ледяной гриб здесь есть. Масел здесь много, и масла сладкого миндаля. Здесь и фолиевая кислота, и масло таману, и гиалуроновая кислота. И все это еще на жирных спиртах, триглицеридах. И эта маска действительно потрясающе кожу увлажняет и смягчает. Это настолько явно и настолько очевидно, что я в видео, которое, вот я надеюсь, вы сейчас видите на экране, это демонстрирует. Я сняла маску с лица, но при этом ощущение осталось, как будто бы у меня уже нанесен, ну, как минимум, какой-то продукт в виде сыворотки, может быть, если это и не крем. Потому что великолепно просто совершенно эта маска кожу смягчает, увлажняет. Посмотрите, она какое ей дарит сияние. Пользоваться этой маской просто элементарно. Вы на 10-15 минут ее оставляете, потом смываете. Но вот это сияние и такое ощущение напитанности, она, знаете, как вот маска выходного дня, может быть. Когда усталая, утомленная кожа, тусклость от лица, вам хочется освежить. И вот вы перед выходом или после, особенно, мне кажется, каких-то пилингов, просто будет идеальный вариант. Здесь действительно эта маска, вот что я от нее ожидала, то она ровно и сделала. Я ожидала, что это будет первоклассное увлажнение, я его получила. Я ожидала такое вот расслабление, снятие напряжения, натяжения кожи, сияния. Мы здесь с вами совершенно точно этот эффект видим. И я потом уже эту маску стала наносить и под глаза тоже, и на шею, на декольте. Действительно, вот этот очень вам рекомендую продукт. Кстати, аромат у маски есть. Мне даже трудно с чем-то его сравнить. Как будто бы травянистость и цитрусовость. Но все такое очень легкое, легкое, ненавязчивое. И, кстати, неизбитое. Вот что я хочу сказать. То есть такие отдушки, я прям не могу сказать, что где-то еще встречала. Крем. По нему прям, мне кажется, видно. Это какие-то лучи солнца. Magic Spell называется он. Это крем для лица дневной, хотя, конечно, вы можете его использовать и на ночь, безусловно. И это крем тоже вот такой вот металлической тубе. Здесь целый набор ферментированных компонентов. Здесь, ну, такие компоненты, влагодерживающие, там, как глицерил и глюкозит. Да, безусловно. Но, опять же, смотрите, здесь есть масло конопли. Здесь есть масло абрикосовых косточек. Рисовое масло. Это вот то, что я очень в последнее время люблю в косметических средствах. Причем здесь, например, рис, он и в форме масел, и в форме восков рисовых, которые тоже используются. Успокаивающие компоненты здесь присутствуют, гиалуроновая кислота, антиоксиданты, глицины сои, здесь сквален, полулан для увлажнения кожи. То есть этот крем представляет из себя продукт, очевидно увлажняющий, дающий сияние. Но он такой интересный. Мне кажется, даже обладатели жирной кожи этот продукт оценят по достоинству. Потому что даже, смотрите, не буду голословлен, нанесу его побольше. У него текстура желато, знаете, вот жидкого мороженого. То есть он, посмотрите, как легко, как будто бы тает. Но при этом на коже он оставляет ощущение защищенности, такого покрытия питательного, нежного. И очень красивая кожа дает сияние. Вот опять же мы в рамках этого тренда с вами движемся на сияющую, гладкую, очевидно здоровую кожу. С любыми антиоксидантами. Вы можете его на ночь, например, сочетать с альфа-липоевой кислотой. Да, вообще замечательнейший будет дуэт. Вы на самом деле, поскольку он, это рис, да, злаковый, обладает и свойством, там, бисоболол, и свойством успокаивать. И при этом он липидовосстанавливающий. Вы опять же можете его сочетать и с кислотами, и с ретиноидами. То есть мне очень нравится концепт этого бренда. Упаковка, однозначно обращающая на себя внимание. То есть увидев его единожды, вы его точно уже, когда второй раз увидите, узнаете и не забудете совершенно точно. Новый для меня бренд, и я очень рада, что он оправдал мои надежды, потому что я его стала рекомендовать на консультациях. Но поскольку сывороток у меня сейчас очень много, я взяла то, что мне показалось наиболее примечательным. Двигаемся с вами дальше. Давайте немножко поговорим о вот этом супердорогом бренде, швейцарском Nessense, наверное, он называется. Swiss Anti-Aging Science. У них очень громкие названия. И мне кажется, что этим бренд и берет. И если говорить о том, что брать у этого бренда, откровенно говоря, мне хочется сказать ничего. Ничего не берите у этого бренда, потому что мне кажется, что за эти деньги можно купить что-то более примечательное. Я консультировалась и с химиками-технологами, с которыми есть связь со своими подругами, коллегами, которые работают в индустрии. И все в таком же недоумении, как и я. То есть тех, кто бы сказал, ну ты, Ксюша, не понимаешь, ту-ту-ту, нет, не было такого. То есть мне кажется, что все-таки мы где-то близки к истине, хотя, как сейчас принято говорить, может быть, мы чего-то не знаем. Во всяком случае, я бы начала знакомство с этим брендом не с зомби-сыворотки, которая клетки зомби удаляет по ночам, а вот с этой биоидентичной маской. Но, понимаете, биоидентичным, по сути, является и вот этот вот крем Шао Као. То есть это игра слов, которая сильно ничего не значит. Смысл в том, что, по сути, это липидовосстанавливающая маска, которая непонятно почему стоит таких безумных денег. У нее ничем не примечательная текстура. То есть на коже она ощущается как приятный увлажняющий крем. То есть вот как выглядит этот продукт. У меня еще есть маска для глаз. Тоже ничего хорошего не могу сказать. Сам продукт по себе выглядит немножко странным, но на коже по факту это крем как крем. Никаких тут супер свойств не заявлено. По-моему, если я не ошибаюсь, нужно ее то ли смывать, то ли удалять салфеткой. Но я совершенно спокойно ее и оставляю на ночь. Не обнаружено никаких спецсвойств. То есть мне кажется, что в рубрику «Хочу, могу» совершенно точно в качестве продукта, которому можно найти аналог в более бюджетном сегменте, эта маска точно попадет. Да, безусловно, там вот в моем телеграм-канале мы еще один швейцарский бренд Belle Fontaine обсуждали, где там под 60 тысяч кремы с маслом ши, маслом сладкого миндаля и какао. И вот поступил комментарий, что это же швейцарское производство, там производство дорогое, площадь дорогая, рабочие силы стоят дорого, зарплаты высокие. Я, например, когда покупаю косметическое средство, мне бы хотелось пропорционально этой цене эффекта, а не оплачивать чьи-то трудовые ресурсы. Это очень почетно и уважаемо, но, наверное, это не первая цель. Да, и уже, во всяком случае, очень бы хотелось, чтобы она была не единственная. То есть понятно, что в основу любого продукта все маркетинговые и производственные издержки включены, но мне бы не хотелось, покупая продукт, оплачивать только их. Мне бы как бы эффект бы тоже хотелось получить. Поэтому, отвечая на вопрос, что купите эту бренду, я бы сказала ничего, но, во всяком случае, вы не будете плакать над потраченными деньгами, если попробуете эту маску, потому что она вот в плеяде подобных продуктов хорошая. Дальше мы с вами поговорим. Да мы о нем уже говорили, поэтому я коротенечко напомню. Бренд Цель Биен, и у них совершенно потрясающая вот эта линейка глутатион. Да, она пованивает, потому что глутатион пахнет. Глутатион попахивает. Не так, конечно, как альфа-липоевая кислота, но что-то схожее в этом есть. Сейчас, особенно, ну вот из Кореи, я думаю, преимущественно, идет такой прям мощный-мощный тренд на глутатион, причем в больших концентрациях. И вот, например, у меня коллега есть на работе, она кореянка по своему происхождению, но живет в России. И она говорит, что прямо сейчас вот в глутатион в Корее прям все с ума по нему сошли. Ну, на самом деле, у нас тоже немножко по нему сошли с ума, но у нас, по-моему, в виде добавок и капельниц это больше. Напомню, что глутатион – это тот антиоксидант, тот компонент, который уделяется нашей печенью. По-моему, он из трех аминокислот состоит, и с возрастом все меньше и меньше его вырабатывается. Мы с пищей его не получаем, а он прям вот нужен. С каждой клетки он там и с митохондриями связывается, такой энергетический потенциал, и антиоксидантный эффект, и отбеливает кожу, если мы говорим про пигмент, он очень хорошо. Это уже в разных-разных-разных вот этих биохимических процессах в коже, если мы говорим о коже, участвует. Поэтому дело очень хорошее. Совершенно 100% я бы вам рекомендовала попробовать как минимум вот эту сыворотку, как максимум взять в паре эти два продукта. Это сыворотка у нее такой вот водянистая. Они пахнут глутатионом, здесь нет отдушки. Водянистая текстура у сыворотки, и у крема консистенция, ну я бы сказала гель-крема, то есть плотным его тоже я назвать не могу. Но с цветом лица эти два продукта работают прекрасно. И дозировка глутатиона здесь высокая. Поэтому если вы этот бренд увидите, в первую очередь, конечно, я вам рекомендую попробовать что-то из этих вот именно продуктов. Там, по-моему, еще с адобиноном у меня в виш-листе сыворотка, тоже мне это интересно. Если мы с вами говорим про антиоксиданты, то появился в России бренд IOPI. Он в Корее, вы знаете, это считается как корейский люкс, наверное, у нас он считается. Я не уверена, что он таковым является в Корее. Может быть, это просто такой вот люкс. Все-таки, в моем понимании, это, знаете, там, Шанель, Диор, не знаю, правильно ли, верны ли мои ассоциации. И у этого бренда очень большой сейчас ассортимент у нас представлен. Но я взяла два продукта, которые меня сейчас очень интересуют. Это ПДРН и это тот же самый глутатион. И, кстати, он тоже пованивает. Здесь глутатион в сочетании с витамином С, вот в этой вот сыворотке. Конечно, кстати, очень интересно, я каждый раз, когда открываю, такое ощущение, что я открываю лимонад. То есть это такое небольшое есть. Я даже сначала испугалась. Пользоваться продуктом нужно быстро, потому что меняет свой цвет. Очевидно, что витамин С здесь окисляется и делает это достаточно быстро. То есть тянуть с продуктом нельзя. Есть легкая-легкая маслянистость, но в целом я бы сказала, что впитывается он хорошо. ПДРН и кофеин. Сыворотка, которая, причем здесь кофеина, посмотрите сколько, и ПДРН здесь много. Это продукт антиэйдж, в первую очередь это продукт антиоксидантный, в первую очередь это продукт, я бы сказала, регенерирующий. Он подойдет также и тем, кто, например, после каких-то глубоких шлифовок, пилингов, того, что сейчас будет с нами с некоторыми осенью происходить. Мне кажется, это два очень интересных продукта. И почему мне не хочется здесь употреблять вот это вот слово люкс, шмлюкс, потому что вот я бы сказала, что это достаточно профессиональные продукты. То есть, ну вот с люкс сегментом никак у меня не ассоциируется, по крайней мере, с этим словом. У меня это ассоциируется с хорошими, рабочими, профессиональными средствами, с высокой концентрацией интересных активов. Вот обратите, пожалуйста, внимание на эти две сыворотки. И то же самое я могу сказать о бренде Pure Cell. Я попробовала разные сыворотки. Вот в видео про проблемную кожу я там ругалась на одну сыворотку, которая, мне кажется, немножко переоцененная в бренда. А вот две вот эти сыворотки я рекомендую очень сильно. Во-первых, это сыворотка пептидный комплекс, где написана высокая дозировка. Она правда рабочая, она очень крутая. Эта сыворотка у меня войдет в видео про пептиды для лица, которые работают. Ассоции-то потрясающие. И сыворотка, опять же, с глутатионом в липосомах. И она, кстати, тоже пованивает. Ну вот правда, вот очевидно, что глутатион пованивает сам по себе. Я просто это очень подчеркиваю, потому что будет обидно. Есть люди, которые, я знаю это по своим консультациям, есть люди, которые вообще не переносят никакие хотя бы чуть-чуть неприятные запахи. И очевидно, что такому человеку будет очень неприятно, что вот он купил сыворотку за 10 тысяч рублей, а она ужасно пахнет и пользоваться ей невозможно. Сыворотка с пептидами, она без какого-либо запаха вообще и вода водой. В принципе, сыворотка с глутатионом тоже очень жидкая, но ее, по крайней мере, отличает запах. Ты понимаешь, что там не вода внутри. Очень интересные вот эти вот ампулы у бренда. Очень интересные. Я там посмотрела все остальное, все остальное меня меньше заинтересовало. Там вроде и крем неплохой, и все. Но можно найти что-то, мне кажется, аналогичное и подешевле. А вот эти две ампулы я действительно вам искренне рекомендую. И последнее, что бы я хотела вам показать, тоже вернемся к Кривгошу. Я еще там захватила крем для глаз от бренда Чандо. Это китайский бренд, такой, назовем, китайский премиум, какой-то сегмент. Знаете, вот без преувеличения, это что-то из разряда оформления лепрери. Прям такая крутая упаковка, тяжелая вот эта шкатулка. Там вот это, посмотрите, такой крем стоит. Тут вот эта спатула. Состав, кстати, у него весьма и весьма неплохой, но он, видимо, где-то остался на... А, нет, не остался. Вот он здесь есть. Это силиконы, они на первых местах. И они здесь очень очевидны. То есть это силикон-силиконович. Далее жажоба, воск. И потом пошел неоцинамид, тронексамовая кислота. Пальметал-3-пептид-5, который часто бывает в кремах для глаз. Отитил-гексапептид-8. Миорелаксант, сигнальные пептиды. Пантенол. Ну, церамидов даже немножко плеснули. Гиалуроновая кислота, глюкоманан, это больше там для увлажнения. Но состав не нов. То есть я не могу сказать, что, боже, какой инновационный состав. Мне очень не понравилась его консистенция. Это, конечно, какая-то восково-силиконовая фигулина. И мне это не очень приятно использовать. Уж насколько я люблю плотные текстуры, но даже для меня это перебор. Тут, наверное, я у вас тогда спрошу, может быть, вы пробовали этот бренд Чандо? На что действительно стоит обратить внимание, если не на крем для глаз? Спасибо, что досмотрели эту подборку. Расскажите, что из этих брендов вы уже успели попробовать. Продолжение следует...